Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси. Украинцы отметили протестом у посольства страны в Киеве. Под лозунгом «Не дай расстрелять права и свободы» общественные активисты устроили театрализованное представление. На акции солидарности побывал киевский корреспондент Артевяй Виталий Школьный. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Несколько десятков активистов скандируют «Да здравствует Беларусь!». Митингующие разворачивают флаги стран ЕС и призывают международное сообщество обратить внимание на события в Минске. Беларусь – единственная страна Европы, применяющая смертную казнь. За политические взгляды там сажают. Выйти, говорить, напоминать, грубо говоря, пинать международное сообщество, просто сообщество Беларуси о том, что танец, который происходит сейчас в Беларуси, нужно менять эту ситуацию. 20 лет, который там правит Лукашенко, мое личное мнение, что ничего не поменялось. Наоборот, все больше ухудшилось. Вячеслав Сывчик в 96-м стал первым политзаключенным Беларуси. Из тюрьмы вышел по амнистии и перебрался в Украину. 11 октября на родине диссидента президентские выборы. Сывчик опасается, что в Беларуси может повториться украинский сценарий. Но счет убитым протестующим пойдет не на сотни, а на тысячи. В итоге – потеря государственности. Сегодня белорусы живут все беднее и беднее. Предложить ни Лукашенко, ни Путин ничего не могут белорусам. Поэтому бедность будет только усугубляться. В целом, от отчаяния темпериалисты уже приняли решение по оккупации Беларуси. Очевидно, мы будем этому противостоять, но боимся, что у нас будет мало союзников. Потому очень важны любые акции в знак солидарности с белорусским народом, которые имеют право и выбирать власть, и на свое независимое государство. У посольства сегодня действует так называемая почта солидарности. Здесь киевляне отправляют открытки и пишут письма политзаключенным Беларуси. Корреспонденцию собирает общественный активист Полина Бродик. В общем-то, я думаю, ни для кого не секрет, что люди, находящиеся там, сейчас пребывают в очень тяжелых условиях, и моральных, и физических. И такая поддержка со стороны международного сообщества будет им весьма приятной. Я думаю, что это поможет просто поддержать их дух моральный. Врач Киевского Евромайдана, гражданка Беларуси Галина, на встречу с нашей съемочной группой явилась с историческим флагом своей страны. Сразу после прихода к власти стяг упразднил Александр Лукашенко. Галина просит не называть ее фамилию и не снимает солнцезащитные очки. В Беларуси у нее родственники и пожилая мать. Любое вольнодумство преследуется. Сейчас, в связи с событиями, которые происходят в Украине, в Беларуси массово распространяются через СМИ страшилки, что вот Украина — это хаос, Украина — это война, что Украина — это Майдан. Людей, которые здесь были и все видели своими глазами, стараются изолировать. Но мне все равно придется ехать в Беларусь. У меня престарелая мама. Я ее два года не видела. Я этой осенью поеду туда. А что меня там ждет, еще не знаю. Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси не заслужил внимания украинской власти. Ни одного официального заявления. Политические беженцы из Беларуси просят прозападное руководство страны о поддержке. Активисты подготовили специальное обращение к президенту Петра Порошенко. Они просят публично объявить свою позицию в отношении статуса беженцев и других форм защиты граждан Беларуси. Здесь они вынуждены искать убежище от политических преследований на родине. А руководство Украины, похоже, не стремится портить отношения с Александром Лукашенко. Ведь Лукашенко, как ни парадоксально, оказался единственным эффективным посредником между Киевом и Москвой. Он больше не изгой и сам удовлетворенно заявил, что перестал быть последним диктатором Европы. Есть диктаторы похуже. Видимо, осознал это и Европейский Союз. Совет ЕС в прошлую пятницу исключил имена 24 белорусских чиновников из санкционного списка. В Минске решение Брюсселя назвали правильным, но недостаточным для конструктивного диалога. Общественные активисты подозревают, что из-за решения усилить влияние в Беларуси Евросоюз может закрыть глаза на наличие в стране политзаключенных и смертной казни. Отмена высшей меры, к слову, одно из ключевых требований для членства любой страны в ЕС. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев.